Мне уже исполнилось 50 лет. Я уже теперь настоящий дед. У меня есть внук. Тот самый голос, который возвращают в детство. Тысячи маленьких телезрителей уже давно выросли, но даже спустя четверть века многие вспоминают культовую барнаульскую передачу в гостях у Гнома Ромы. Привет, ребят! Привет, ребята! Привет, ребят! Виктор Синицын – тот самый Гном Рома. Сам себе сценарист и режиссер. За все время он создал больше сотни выпусков. Программа «В гостях у Гнома Ромы» выходила с начала 90-х до 2005 года. Закрытие передачи банально для того времени. Центральные каналы начали вытеснять частные. У нас вообще Барнаул был такой уникальный город, в котором была целая куча телевидений. И одно из них было телевидение «Катунь» наше. Не та «Катунь-24», которая сейчас существует, а вот прям было такое экологическое телевидение «Катунь». Это был большой ребенок. Любопытный, наивный. Его любили дети. Писали и звонили в редакцию. Вместе с Ромой знакомились с кружками города, спасали планету от мусора, открывали мир. Ну что, ребята, пошли? Пошли! Без остановки вот так вот много лет подряд, каждый раз придумывать, каждый раз придумывать, это очень тяжело. Выручало, конечно, то, что это как раз вот передача была основана на детском восприятии. То есть для ребенка нет каких-то границ. И мы могли одну передачу там посвятить детской библиотеке, следующую передачу про муравьев, третью передачу про то, почему вот, например, я шел по улице, увидел название там. О, а почему эта улица так называется? Мы про это можем снимать передачу. Сейчас Виктор Синицын работает в Молодежном театре Алтая. Было время, когда актер трудился на пяти работах одновременно. Было время, когда за съемки своей передачи он больше года не получал зарплату. Но, говорит, тогда был такой коллектив. Получали копейки, работали за идею, бывало и такое. Нам зарплату выдали шкурками. Шкурками зверей там, то есть там были шкурки-норки, шкурки-лесы или еще чего-то. Вот. И мы с супругой себе на всю зарплату набрали шкурок-норки и шкурок-лесы. И сшили шапки себе. Мы были очень благодарны нашему руководству. То есть даже за шкурки были благодарны? Да, потому что, ну, они действительно заботились о нас. Они не бросили нас. Они хоть все, что могли, они для нас сделали. Наше телевидение было такое очень душевное и с заботой о людях. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова